Масочку оденьте, пожалуйста. Спасибо, не нуждаюсь. Оденьте, пожалуйста, маску. На территории отдела полиции можно находиться в сверху межрайной защиты. Дверь закрывать или открытая пускай будет? Масочка открытая пускай. Присаживайтесь. Остановление об изменении его меры пресечения. Остановление, вам понятно? Что-то нужно разъяснять? Мера пресечения, которая у вас была избрана на основании решения суда, продлевалась, срок предельно истек, точнее тот срок, который был установлен. В октябрьском районе срок не продлен, он истек, поэтому на момент истечения срока следователям было вынесено постановление об изменении его меры пресечения. Она фактически избирается срок ее действия с момента, когда вы подписываете ее и получаете копию. Вот это понятно? Копию я получу, но я не согласен. Да мне все равно согласен вы не согласен. Я знаю, что вы не слышите, что я говорю. Да, Виктория, я вас слышу. Слово понятно и согласен? Непонятно. Вам непонятно? Непонятно. Что вам сейчас избирается мер пресечения или подписка не выйдет? Да, непонятно. Что именно вам непонятно? На каком основании? Основания все перечислены. Ну, разъясните мне эти основания. Я немножечко не понимаю, почему сначала суд не избирает меру, а потом следователь в одностороннем порядке что-то тут меняет в мое отсутствие. Следователь в полном соответствии с углом профессионально-законодательством выносит решение, которое согласовано с руководителем следственного органа, как УПК предусмотрено. Следователь вынесла решение о замене вам меры пресечения на подписку о невыезде. А кто давал добро о замене? Я вам разъясняю, что мера пресечения ваше поменялась на подписку о невыезде. В связи с чем? В постановлении все изложено. Я прочитал. В связи с чем? Я не понял, что там написано. Давайте прочитаем последнюю страницу. Предпоследнюю. А вы владеете русским языком? Владею. Читаете? Осознаете тебе прочитать? Конечно. Хорошо, замечательно. Вы прочитали? Я прочитал, поэтому я его спрашиваю. Вам русский язык здесь понятен? Русский язык мне понятен. Вам непонятно, почему вам избрали меры пресечения или подписки? Да, мне непонятна процедура, почему в мое отсутствие какие-то меры тут изменяются. Еще раз говорю, вам понятно содержание постановления? Содержание мне понятно, я его получу, но я имею право не согласиться, я не согласен. Вы можете соглашаться, не согласиться. Я вам объясняю, что я вам должна довести, что вам меняется меры пресечения. Вы довели, я получаю копию. Но я задаю вам вопросы, мне непонятно. Я профессиональное лицо, потому что на ваши вопросы отвечать я не должна. Еще раз говорю, все изложено в постановлении. Постановление – это решение следователя. Если вам непонятно постановление следователя, вы можете... У вас участвует защитник, он вам не заставляет. Это не мой защитник. Он вам назначен по уголовному. Я не знаю, кем он назначен. Я знаю, что фактически защиты я лишен. В дискуссии это абсолютно не... А с чего вы взяли, что я с вами выступаю в дискуссии? Потому что вы сидите со мной, непонятный разговор ведете. В смысле непонятный? Я не довела. А вы русским языком владеете, я на русском языке излагаю свои мысли. Влагайте на русском языке. У нас это произойдет, что на русском языке. Постановление я вам довела. Русским языком вы владеете. Копию сейчас постановления я вам вручу. Подписку о невыезде, о надлежащем поведении. Вам необходимо будет запомнить адрес тот, который вы укажете по этому адресу. Вы будете проживать с меры посещения подписка о невыезде. Я вам разъясню только, что в чем она заключается. Моя обязанность. Обязанность ваша соблюдать данную меру заключается в том, что вы не должны покидать постоянное или временное место проживания. То место, которое вы укажете здесь в графе адрес. Без разрешения следователя. То есть, грубо говоря, вы не вправе уезжать, не информируя, не уведомляя орган предварительного расследования. Не конкретно меня. Сейчас я веду производство ваше дело. Дальше. В дальнейшем кто будет следователь? Точно так же вы будете уведомлять того следователя, который вести дело. В случае передачи дела в суд вы должны будете уведомлять судью, что вы куда-то собираетесь уехать. Соответственно, разрешение должны правоохранительные органы на это давать. И суд в том числе. Вам понятно, что значит... Под словом уезжать мне немножечко непонятно. Разъясните. Вот допустим, если я... Давайте я вам до конца все разъясню, потом вы начнете спрашивать. Хорошо? Очень много текста не поделать. Дальше. Это вы так решили? Еще раз говорю. Дайте мне до конца разъяснить вам содержание этой меры пресечения, чтобы потом у нас на меня возникало 53 вопроса. Хорошо. Вы начинаете спрашивать, еще не дослушивая до конца. Дальше. Следующее, что вы должны делать. Назначенные сроки являются по вызовам следователя, либо в дальнейшем, когда дело будет передано в суд, являются суд. По вызовам суда. Это значит, что вот как мы сегодня вас вызвали, так вы должны являться. У вас есть расписка в СМС-информированном деле? Нет. Подписывал с вами в Кондратьеве? Нет. Не подписываю такие подписки. У нас с Кондратьевой была устная договоренность о том, что нам не извещают. Ведется в письменном виде? Ну, я не знаю. Я вам объясняю. Процесс в Российской Федерации ведется в письменном виде? Да, я не даю согласия на СМС-информирование. Вы пишете несогласие, но и... Ну, не хочу писать. В смысле не хочу писать? Без смысла не хочу писать. Я русским языком выражаюсь. То есть вы отказываетесь подписываться в этом документе? Я вам сказал, что я не даю согласия. Если отказывать под защиту, я должен спросить, по каким основаниям вы отказываетесь подписывать в СМС-информированном виде? Я сам не хочу ни о чем беседовать. Я вас, надеюсь, больше не увижу. То есть вы расписку в СМС-информировании, я вам разъясняю... Это мое право. Товарищи Богу. Да, направляйте по почте, все как положено. Вы выслушали меня? Да. Не услышали. Еще раз говорю, вы отказываетесь расписываться в данном документе? Отказываюсь расписываться в данном документе, потому что я считаю его необязательным. Хорошо. Это мое личное право. Дать согласие, либо не дать. Не вижу сложностей. Делать я отметочку, отказался, да и все. Как вы пояснили, не считаете данный документ? Я воспользуюсь 51 статьей Конституции. А почему 51 статья Конституции? Не хочу отвечать на ваш вопрос. Я имею право на это. Я сейчас не заставляю вас давать показания. Ну, я вот и воспользуюсь своим правом. Вы сейчас не даете показания, подписываете процессуальные документы, еще раз говорю. Я не подписываю процессуальные документы. Вы видите, у меня ручки в руках нет, я ничего не подписываю. То есть, вы меня услышите, статья 51 предусматривает, что вы вправе не давать показания, отказаться от дачи показаний. У нас сейчас ведется какой-либо протокол данного действия? Давайте будем вести протокол. Я в протоколе сделаю замечание данного события, вручением мне уведомления или что-то мне хотите вручить. Не все документы называются протокол. Давайте по-другому назовем. Давайте назовем постановление. Постановление я вам предъявила. Сейчас в нем распишитесь, когда получите копию. За копию распишу и что получил. Если будут какие-то другие процессуальные действия, я попрошу это оформить протоколом, чтобы я мог сделать замечание на протоколе. Не все следственные действия оформляют протоколом. Ну, это ваше мнение. Мое мнение другое. Да. Может быть, такое, да. Вы же пригласили защитника. Значит, какое-то все-таки действие производится. Вы имеете право на защитника на всех следственных действиях. Да, я имею право. Но фактически я его лишен, этого права. Это, пожалуйста, не ко мне. Я не могу избавиться от этого защитника, к сожалению, никак. Еще раз говорю, наймите защитника по соглашению. Не хочу я нанимать по соглашению. Ну, хорошо. Если вы не имеете возможности нанять защитника по соглашению, вам он будет предоставлен государством. Государство вам предоставлен. Да, этот защитник меня не устраивает по всем статьям. Более подробно я в суде поясню, почему и как. Так обжалуйте решение на защитник. Почему у нас этот, условно говоря, защитник за месяц не нашел время даже трубку телефона взять, выполнить мои поручения. Да это не защитник, это формальность. Ладно, это все опять разговоры. Ну, для вас это разговоры, для меня это моя жизнь. Лучше никакой защитник, чем такой. Ну, где? Вот эта, да, вручена. Так, акуна сегодня число. Так, 20 февраля. Так, 20 часов 2 время. Нету. Счастливые. Я написал, что защитника не признали. Нет, это чудо в перьях не надо. Где мой экземпляр, который? Еще на второй копии расписаться для унина, чтобы они сняли вас. Все то же самое можете писать. Вот ваша измельчинка. Вот, назоверен, ваша измельчинка. А вот, для защитника, ты не спрашиваешь? Или я считаю, что это не нужно? Я считаю, что это не нужно. А, считаю, что это не нужно. Можно мне оригинал с живыми подписьами? Копию постановления вам врученную. Копию вы получили. Ну, заверено, да? Это у вас заверено, да? Конечно, вы читаете. Это ваша подпись. Расшифруйте вашу подпись. Там написано печать. Вниматель, начитайте. Это верно. Поскольку я вам разъяснила меры претечения подписку о невыезде, на это можете не писать. Еще раз вам повторяю. Я вам разъяснила только что. Меры претечения подписки о невыезде. В чем она заключается? Я же вам еще раз говорю, что вы мне не разъяснили. У меня есть вопросы. Я разъяснила вам подписку о невыезде. В чем она заключается? Вопросы ваши, относящиеся к меры претечения. Вы можете меня спрашивать, что не было. Но подписку о невыезде. В чем она заключается? Я вам разъяснила. Если вы меня не услышали, давайте вы почитаете все то же самое. Я вас услышал. Поэтому у меня и возникли вопросы. Я хочу задать вопрос. Как только... Подписку о невыезде. Попишите, где вы будете, по какому адресу будете проживать. Это обязательство о том, что вы будете по этому адресу находиться. Давайте сначала я пойму суть расписки. Мне интересует вопрос под словом выезд. Что имеется в виду? Я уточню свой вопрос. Могу я выехать за пределы города Мурманска и в этот же день вернуться обратно? Вы можете покидать место своего проживания с разрешения следователя. За пределы Мурманской области, за пределы Российской Федерации. Но только с разрешения следователя. Я вам поясняю, что по роду моей деятельности я за территорией административного образования город Мурманск выезжаю каждый день. Значит, вы будете уведомлять органы расследования о том, что вы выезжаете. Мне необходимо выехать. Значит, в связи с этим, мне вот эта подписка, эта мера не устраивает. Мера пресечения, в котором вы избираете, в общем, также может обжаловаться в прокуратуру и суд в основном в законном порядке. Хорошо, я свою мысль высказал. Вы меня услышали или вы опять меня перебиваете? Я вас услышал. Я вас не перебивала. Вы мне пояснили, спасибо, я понял. Не спасибо, а мера пресечения может быть вами обжалована в основном в законном порядке. Правильно ее сжалуют в суд. Это не лишает вас необходимости ее исполнять на тот момент, когда она действует. Пока иного решения судом не принято, что, например, незаконные меры пресечения или отменить ее, вы обязаны ее исполнять. Иначе ее неисполнение может повлечь замену пресечения на более тяжелое. То есть, в том числе, связанное с заключением под стражу. Адрес мне, пожалуйста, и фамилия, мёртчество свое, и то, что вам разъяснено, подписка не выйдет. Пишите, что хотите мне. Виктория, я, по-моему, все четко разъяснил. Еще раз говорю, я вам подписку разъяснила. Мне нужна ваша пост, потому что я вам разъяснила. Я понимаю, что вам нужна моя подпись. Вы хотите составить протокол? Давайте составим протокол данного действия. Я там напишу свои замечания. Вы хотите процесс определенный, документы определенные составляются. То, что вы желаете, мы не в магазине находимся. Мы находимся в расследовании уголовного дела. Протоколы составляются... Если вы считаете необходимым изменить мне меру пресечения, обращайтесь в суд с ходатайством. Я в суде изложу свою позицию. Я неоднократно... Меру пресечения вам уже изменена. Послушайте меня, Виктория. Я в суде неоднократно обращал внимание. И Кондратьева в курсе этой ситуации. Что мне подписка... И защитник в курсе этой ситуации. Что меня подписка о невыезде не устраивает. Потому что я вам объяснил. Обжалуйте. Да я не буду подписывать и все. Что вы от меня хотите? Еще раз говорю, меру пресечения... Что вы от меня хотите? Я вам выложил все свои доводы. Обжалуйте. Да не буду я ничего обжаловать. Вам нужно, вы обжалуйте. Я вам сказал свою точку зрения. Все. Вы от подписи отказываетесь? Конечно отказываюсь. Меня не устраивает подписка о невыезде. Я по-моему уже 10 раз разъяснял. Почему мне это не устраивает? С чего это вы решили ЗОД заменить? Голос, пожалуйста, не повышайте на меня. Моя манера разговора такая. Вы манеру разговора свою бытовую держите при себе, пожалуйста. Абсолютно вежливо. Вы меняете следователя? И что? Вы что, не человек что ли? Еще раз говорю, голос на меня не повышайте. Я на вас голос не повышаю. Я вам три раза вас попросила. Вы меня услышали? Я вас услышал. Введите себя, пожалуйста, корректно. Я себя веду абсолютно корректно. Если у меня присутствует эмоциональность, то она обусловлена определенными вещами. Эмоциональность здесь проявлять не надо. Я, по-моему, не проявляю. В смысле не надо проявлять? Это уже, как говорится, не от вас зависит, не от меня. Я вас попросила не повышать на меня голос. Я на вас не повышаю голос. Вот спокойно, пожалуйста, разговаривайте. Стараюсь сдерживаться. Ну, сдерживаюсь. Я вам разъясняю, что ваше желание не подписывать документы процессуальные, оно никак не влияет на их составление. Не сомневаюсь, да. Передавайте мне, пожалуйста. Вы делаете это очень многотратно. Мы удлиняем нахождение здесь. Ваш отказ от подписи заверяется лицами, которые участвуют в данном действии, либо это процессуальные действия, в том числе в присутствии защитника. Если я вам разъясняю, в отказ от подписи, он заверяется в подписи защитника. Он не правил. Ну, я понимаю. Ваш защитник, да. Простите, защитник вам назначен был. Спасибо, не нуждаюсь. По уголовному делу, по которому вы являетесь, подвиняем. В таком защитнике не нуждаюсь. Это, думаю, для вас защитник. Это все в других местах. Для меня, для меня. Я хочу, высказываю здесь, хочу не здесь. Или вы мне будете запрещать высказываться? Вы протокол не ведете. Хотя бы так я вам скажу. Данное процессуальное мероприятие, еще раз, я вам четвертый раз повторю, не предусматривает составление протокола. Вы меня услышали? Нет. Тогда вам надо... Что мне надо? По проблеме со слухом вам надо... Вы врач? Вы хотите мне посоветовать обратиться к врачу? Ну, если вы не слышите, я же говорю, что вы меня услышите. Почему я слышу? Вы только что сказали, что вы меня не услышали. Ну, слышать и услышать, это разные вещи. Ну, вот эти, вам все понятно. Вопросик можно вам задать? Нет. Отказался, Саша, на то, что вы не слышите по мероприятию? Виктория, вам можно вопрос задать? Вы понимаете, что я социальное лицо, вы что от меня хотите? Вы хотите поговорить со мной? Вопрос по существу задавайте. Если не по существу, я даже не стану отвечать на меня. Ну, естественно, в рамках уголовного дела. В рамках уголовного дела? У меня только один вопрос. Вы, наконец-то, вот, вам второй раз попадает, по крайней мере, мне известно, второй раз вам попадает мое дело. Вы с ним хотя бы ознакомились, нет? Уголовное дело принято, но я спрашиваю. Ну, я спрашиваю, вы ознакомились полностью? Потому что последний раз, когда мы с вами общались по телефону, вы сказали, что компакт-диски в деле нету, вы их не обнаружили. И вы с ними не ознакомились. Сейчас я хочу узнать, вы в полном объеме владеете материалами дела или нет? Вы ознакомились с материалами дела? Ознакомились с материалами дела? В полном объеме. В полном объеме. Слава Богу. Вопросы, которые вы мне хотите задать, никак не относятся к существу. Я вам... Нет, я просто вам задавал вопрос. Будете вы наравне отвечать с Кондратьевой и с Даль или нет? Вот и все. Да, вы можете смеяться. Знаешь, что отличается? За привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности. За издевательство. Надо мной, да. Вот в этом кабинете над вами издеваются. Не только в этом кабинете. Вместо того, чтобы прекратить мое уголовное преследование, вы занимаетесь какой-то ерундой. Ясно. Когда вы получите односторонний разговор, мы ознакомились с протоколом допроса эксперта? Или вы это тоже не хотите сделать? С протоколом допроса эксперта? Какого эксперта? Я не в курсе. Вы мне сказали, что я с вами не хочу общаться. Хорошо. Я по своей инициативе могу обжаловать данную подписку? Вы не возражаете? Я вас не признаю и я не хочу, чтобы вас и вообще видеть. Понимаете? То есть вы не выражаете свое мнение? Я, по-моему, четко его выразил. Уже вам давно и неоднократно. Я не хочу вас видеть. Хорошо. Право на отказ защитника я вам разъяснял ранее. Повторю. Я своим правом воспользовался. Мое право не было удовлетворено. Я уже пошел на то, что я полностью отказывался от защитника по назначению. Только чтобы от вас как-то избавиться. Ни одно ходатайство, ни второе не было удовлетворено. Я считаю, что фактически я лишен защитника. Защитник, который не выполняет мои поручения. Который просто делает вопреки моей воле. Который элементарно, когда я не имею возможности связаться ни с кем, просто не берет трубку демонстративно. Ну, извините, это не защитник. Это человек, который мне просто вредит. Как вас, Владимир Ильич Ильич? Владимир Ильич. Ну, соответственно, второе. Опять, сочинник подается письменное. Ну, уже подавалось письменное. Оно не было удовлетворено. Ну, раздавали, видите, может, изменились основаниями. Вы обязаны, согласно законодательству, адвокатуре, давно уже были взять самоотвод, и чтоб я вас здесь больше не видел. Я вам свою точку зрения сказал. Надеюсь, в суде меня услышат. Если здесь не слушают, это понятно. Как бы тут цель одна стоит. Соответственно, я тоже можно сфоткаю. Вы не подписывали на этот документ. Ну, естественно, не подписывал, но сфоткать-то я могу. Что вы сфоткать? Я его не подписываю. А, то есть вы отказываете, да? В чем? Сфотографировать данный документ. То есть защитнику вы дали сфотографировать, а мне не даете, правильно? То есть я сейчас смело иду и пишу заявление на вас, правильно? Ну, все, прекрасно. Заявление о том, что... Вы вправе знакомиться с протоколами следственных действий и иных процессуальных документов, которые составляются с вашим участием. С моим участием в данный момент сейчас составлялась эта бумага. Копию этой бумаги вы получаете не вправе, потому что она не предусматривает выдачу вам копии. Расписаться вы не расписались, вы ее даже не читали. Поэтому о каком фотографировании и снятии копии вы можете? Потому что я хочу знать, что это за документ составился в моем присутствии. Я вам ее разъяснил. Я вам не верю. Ой, ну верю, не верю. Ну что ой, а что ой. Вы будете там так рассуждать. Верю, не верю. Давайте... Да мы сейчас как на базаре с вами находимся. Вот базар вы устраиваете здесь идеологично. Поэтому либо составляйте протокол, чтобы это было зафиксировано, либо дайте документ ознакомиться. Вы хотите повышать тон, во-первых, а во-вторых, документы, все, с которыми вы ознакомились, я вам все предъявила. Вы отказались от подписи. Какие вопросы? Так я хочу знать, от чего я отказался. Вы как правильно заметили, я даже не читал этот документ. Дайте мне с ним ознакомиться, в том числе с применением технических средств, фотофиксации. Может быть, я захочу этот документ показать своему защитнику по соглашению и так далее. Понимаете? Так а я не вправе знакомиться с документами, которые затрагивают мои интересы и мои права. Ну как знакомились? Только что сейчас сказали, что я даже не читал этот документ. Разрешите мне ознакомиться, в том числе с применением технических средств. Сколько можно говорить одно и то же. Когда вы мне предоставляли? Только что. Вы без меня тут что-то написали. Ну если вы считаете, что я без вас что-то написал, вы вправе любые мои действия обжаловывали. Ну сейчас я это и сделаю. Сейчас я это и сделаю. Не переживайте. Не мешайте. Да. Так. Я вас знакомлю с по закону допроса эксперт Онегин Алексей Валентинович, членный психиатрический эксперт, допрашивался по вашему податайству следователям Кондратьевой. Знакомиться будете с протоколом? С протоколом, конечно, я буду знакомиться. Только почему, опять же, этот допрос был без моего участия? Почему я не имел возможности задать вопросы эксперту? Более того, я об этом ходатайствовал. В материалах дела должно быть это ходатайство. Я вам сейчас предъявляю на ознакомление протокол допроса эксперта. Я сейчас не говорю о том, что ознакомление. Я говорю, почему я не мог задать вопросы? Еще раз говорю. Я вам предъявляю протокол допроса эксперта. Знакомитесь, пожалуйста. Я могу ознакомиться с применением технических средств? Пожалуйста. Спасибо. На этом ходит. Дома с адвокатом почитаем. Если вы снимаете копию, ознакомьтесь в протоколе подписи и что вы ознакомлены и, соответственно, если есть ходатайство, все это отражается в протоколе. Вот это естественно. Ну, сначала вы знакомитесь, а потом вы фотографируете. Порядок, соответственно, такой. Какая разница? Разница в том, что вы фотографируете... Ну, там и способ ознакомления. Я вам говорю, что я могу сейчас что-то не понимать. Мне понадобится защитник. Он мне разъяснит что-то. Что-то не разъяснит, может быть. Я не вижу как бы проблемы. Сейчас ознакомлюсь, что пойму, то пойму. Что не пойму, то не пойму. Сейчас я буду читать спокойно. Может, никуда не спешим, наверное. Так, протоколом ознакомления обвиняемого защитника за ростом спирта. Так, 20 февраля. Это мой документ. Не надо хватать мои документы. От первого защитника хочу придать. Что это за слово непонятно? То есть, о совершенном... Противоправном деянии не согласен. Что-то непонятно. Не сожалеет. То есть, о совершенном противоправном деянии не сожалеет. Ага, ну-да. Я-мое. Так, что теперь подсказываете? Что, где мне, что расписывается? Такое ознакомление с опросом эксперт. Это вот этот? Вы прочитали? А этот нет. Это в деле остается. А это то, что вы ознакомились. Так, значит, что я тут пишу? Смотрите, вы прочитали? Время ставим? Окончание. Конечно, ставим, да. Так, это мой документ. Что-то вы с ним подсовываете куда-то? Да, вот я из рук что-то... Так, смотрите, протокол допроса от 29 января по уголовному делу. Дальше, смотрите. В 26-ю статье рассмотрены права. Вам разъяснялись права? Нет, не разъяснялись. Ни Кондратьевой, ни Вами. Только что. Еще раз говорю. Вам ранее не разъяснялись эти права? Нет, не разъяснялись. Об этом даже мной была подана жалоба. В том числе, об этом я говорил в судебном заседании. Что 26-я статья мне не разъяснялась. Не разъяснялось мое право на задачу... Остановитесь. Я вот только сейчас хочу вам ее разъяснить. А, ну, спустя, скажем так... Я вас знакомлю сейчас с протоколом допроса эксперта. Поэтому вам разъясняю статью 206, чтобы потом не было вопросов. Татья 206 Уголовно-процессуального кодекса предусматривает, что заключение эксперта, в том числе и допрос эксперта, как в данной ситуации, предъявляется после вынесения либо допроса эксперта, предъявляется следователем, обвиняемому защитнику. Разъясняется право ходатайства на значение дополнительной по вторной экспертизе, либо повторной допроса эксперта. Я так понимаю, это по вашему ходатайству допрашивался эксперт? По-моему. А, по вашему ходатайству. Ну да, ходатайству видели. Вот, статья 206 предусматривает, что вы вправе ознакомиться с этим заключением, в данном случае за допросом эксперта. И вправе ходатайствует на значение дополнительной либо повторной экспертизы, либо допросе по вторному эксперту. Вам понятно, что означает это право? На данный момент непонятно 206, которая не была мне своевременно разъяснена и не были мои права соблюдены. Это я понимаю, да. Расписывайтесь в том, чтобы понятно. Поэтому я напишу, что права мне ранее не разъяснялись, разъяснены только сегодня. Пожалуйста. Разрешите поставить? Я еще не написал замечание. Заявление, содержание заявления. Он расписывается там же, что ему разрешено. Давайте сначала я закончу, чтобы ничего не упустить по порядку. У меня есть заявление. Пишу, значит, поступили заявление. Поступили. Дальше. Содержание заявления. Теперь я буду писать, что значит. Значит, заявление поступили. Содержание заявления. Я умею читать. Я прочитаю. При ознакомлении велась аудиозапись обвиняемой. Изменения меры пресечения со мной не согласовывались. А почему с меры пресечения, если мы с запросом эксперта не согласились? Где-то мне нужно было это зафиксировать. Я решил это зафиксировать здесь. От защитника по назначению я отказался в связи с наличием конфликта. Чайковский ГИИ. Не было предоставлено возможности задать вопросы эксперту. Как-то не было. Протокол для этого составляет. Задавайте вопросы. У вас уже допрос состоялся. Повторный допрос отправили. Почему есть повторный допрос? Я вам только что разъяснила, что при ознакомлении с заключением либо с допросом эксперта вы вправе отдать повторную дополнительную экспертизу. Повторно могу допросить эксперту. Восколько не лишаем возможности задать вопросы? Это мы уже потом разберемся. Что от меня еще? Что-нибудь требуется? Вы не расписали протокол. В этом месте. До конца протокола. Раз уж вы... Так, прочитан лично. Лично. Замечание протоколу. Замечание. Без части защиты. А что значит без участия защитника? Это значит, что вот этот защитник, как можно сказать, это не мой защитник. Протокол же составлялся без участия защитника? Да. Это не защитник. Представьтесь, пожалуйста, для аудиозаписи, которые незаконно ведут обвиняемые. Заявлено ходатайство об отказе от защитника. Полагаю, что до момента разрешения настоящего ходатайства. Но защитник присутствует в связи с этим. То, что вы написали здесь, это не соответствует действительности. Защитник при ознакомлении с протоколом. Ну, это ваш защитник, это не мой защитник. Еще раз повторяю, защитник присутствует. Вы пишете без участия защитника. Значит, они соответствуют действительности. Я вам еще раз говорю, что это не мой защитник. Что значит «безучастие защитника»? Получается, что «защитник» не присутствовал. «Безучастие защитника» в скобочках. «От» Да, вот здесь будет уже понятно. «Защитника» «Чайкос» «Ого» «Отказался» «Всё» «Платишься» «Правильно понимаю? От защитника Чайковского отказался» «Я суть это как бы выразил. Уже как вы юридически назовёте это отвод либо от... Я понимаю, да» «Я правильно поняла, прочитала? От защитника Чайковского отказался» «Отказался, да» «Уже в коротком досье где-то не было» «Досье?» «Да» «Нет, тут у меня уголовного дела выгодишь ты» «Поэтому я выгодила уголовное дело» «Всё, на этом, Владимир Владимирович, мы с вами прощаемся» «Я правильно поняла, на следственные действия в дальнейшем я могу вас вызывать только лишь путём повестки?» «Нет, нет» «Вы только что отказались от смс-информирования» «Нет, вы можете меня для ускорения процесса и так и так делать» «Поскольку вы отказались на упрощённый порядок вашего вызова, то ни суд, ни я не вправе звонить вам на ваш абонентский номер и вас вызывать» «И в том числе рассылать вам смс-рассылку» «Вы отказались от этого» «Нет, но если не хотите, то можете не вызывать» «Я просто вам объясняю, что как лучше и быстрее это» «То есть вы меня извещаете и в письменно, повесткой, и по литонной почте» «Владимир Владимирович, ещё раз я вас прерву, потому что вы меня не слышите опять» «Вы отказались от того, чтобы суд и следствие вас вызывало, как вы говорите, в упрощённой форме, путём смс-информирования» «Или просто звонка» «Вы отказались подписывать эту расписку в смс-информирование» «Поэтому теперь суд и органы расследования будут обязаны вам направлять в повестку» «А вызови вас, не надо меня перебивать, дайте я доскажу наконец-то» «Вы меня уже столько сегодня перебивали, что у меня уже голос бывает» «То есть мы будем обязаны вас, правоохранительные органы и суд, обязаны вас выбывать в повестку» «Я правильно понимаю?» «Это ваша обязанность, согласен, да» «Хорошо» «Вы знаете, где я живу, придёте, принесёте, я распишусь, вопросов нет никаких» «Придёте, я распишусь, я вас успешусь» «Я же вам сказал, что я же не уклонялся» «По телефону вас вызывать больше никто не будет» «Ну, нарочно, значит, приносите повестку» «Мне бумажечка лучше для меня, понимаете» «А не вот эту переписку, которую со мной Кондратьева устраивает» «И разъясняю вам, что переписка с Кондратьевой, либо переписка, если вам разрешают следовательно на её личный номер телефона что-то писать или что-то звонить, и ваши действия не расценивают никаким образом» «А я расцениваю её листки каким-то образом» «Вы не будете, да» «А что так» «Потому что вы отказались от явки» «Я отказался от явки» «Да, вы отказались от явки по телефону, поэтому буду вызывать вас поездкой» «Когда это я отказался от явки по телефону, что вы клевещете» «Ну, явка без уважения» «Виктория» «Виктория, зачем вы на меня клевещете? Когда я в каком разе отказался от явки? Я всегда прихожу» «Вы только что на меня сейчас клевещете» «Второе, ну вы же можете писать всё, что захотите» «Я высказываю вам, что я не в праве вас вызывать по телефону, поэтому я могу вас вызывать по повестке» «Ну, вызывайте» «Что не я вкладываю, что без уважительной причине по повестке будет» «Ну, вы вручайте повестку, я же не отказываюсь от получения повестки» «Я вам продетиться должна, что если у меня раньше избрано мероприятие» «Не надо на меня клевету» «Она может быть вам заменена на другую мероприятие» «Ну, попугайте меня, попугайте, давайте еще попугайте меня» «Все, вот эти действия с вами закончены, вы можете выйти с нами в курсе» «Спасибо вам большое» «Всего хорошего» «До свидания» «До свидания» «Если вы сами увидите, спасибо вам» «Нет, спасибо» «Глеб, я не хочу с вами разговаривать» «Перед inefficient» Продолжение следует...